В прошлый раз мы с вами посмотрели, откуда берется позвоночник, зачем он берется, что удают. Это новый вариант конструкции. И по какой причине, если уж возник позвоночник, то происходит обязательное совершенствование нервной стеклы. Из нервной трубки возникает спинной и головной мозг, разобрались с тем, какая часть тела называется голова. И у всех позвоночника голова, разумеется, присутствует. Теперь возвращаемся к нашим примерам с автомобилем. Вот смотрите, мы на автомобиль поставили мощный мотор, он может быстро двигаться, и хорошее управление. А если вы не затравите, он поедет? Нет. А хватит ли энергоресурсов, которыми обходился менее мощный предшественник? Не хватит. А это значит на языке биология. Какую систему надо совершенствовать? Пищеварительную. Пищеварительную. В первом участке длинная пищеварительная труба. Впервые выявляются такие ее отделы, как ртовая полость. У лансетников что-либо похоже на ртовую полость? Было или не было? Нет. Ничего подобного. За ртовым отверстием сразу что начиналось? Краска. Вот. Какой ртовой полость? Никакой ртовой полость. Возникает ртовая полость, затем лодка, а затем совершенно новый отдел, которого у лансетника тоже не было. Пищеварительная. Попробуем разобраться. Про пищеварительная, наверняка, все слышали. А вот зачем он нужен? Давайте подумаем вот о чем. Вот на сланцетник. Помните, я говорил, что самая сложная штука, которая у него есть, это кровеносная система. В детали кровеносной системы с вами обникать не будем. У нас нет необходимости. Сейчас такой. Достаточно честно сказать, что отработанная кровь от всех органов совершенно приходит вот сюда, вот в эту точку. Вот эти сосуды, которые несут кровь в эту точку. Это место сбора отработанной крови. И отсюда начинается одна единственная труба, которая проходит полглобкой. Вот так. Вот это название лучше запомните. Это главный сосуд всех хордовых, и наши с вами в том числе. Брюшна аорты. А дальше. Помните, что волка древая? А где находится отверстие в стенках волки? В боковой стенках. Совершенно верно. Значит, вот они. А как называются? Жабельная сеть. Ну, ну, ну. Ни в коем случае не ползет щели. Тонюсенькие щелочки, через которые даже одноклепочные не пролезают. Их больше ста пар. Ну, все мне рисовать лень. Так вот. От грюшной аорты отходят веточки артериальные, которые проходят по стенке, вот так. Между жабельных щелей. И поднимаются в сторону спины. Вот так. Все такие вещи у меня рисовать лень. Чтобы вам было понятнее. Сейчас покажу, как это хозяйство будет выглядеть на поперечном срезе. Не на боковой картинке, а на поперечном срезе. Берем вот тело ланцетника. Вот здесь глотка. Вот глотка идет одна труба. А в стенках, вот так, глотки, вверх поднимаются отводящие трубы. И важная штука. Скажите, а вот здесь вот вверху, сколько принимающих труб? Внезавна. Вот она. А вот здесь вверху сколько? Две с левой, с правой отводки. Значит, на самом деле, там в глубине за доской, за плоскостью доски, идет вторая, принимающая ровно такие же сосудики с другой стороны. Сразу заглотка, они слились и образовали главный сосуд спины, который будет называться спинная аорта. Скажите, пожалуйста, судя по этой схеме, по брюшной аорте, куда течет кровь? В какую сторону? К голове или около головы? К голове. К голове, совершенно верно. А по спинной аорте? По спинной аорте. Вот головы. Вот как раз от спинной аорты, от корней спинной аорты, будут отходить все артерии, которые разносят кровь по телу. И потом, в конечном итоге, отцепляются отсюда. Но, велика ли мощность у мускулатуры ланситника? Не, не велика. Мышцы работают с низким КПД, мощность очень не велика. В результате, достаточно даже такого вялого потока крови. Поэтому, как это ни удивительно, кровеносная система у мускулатуры ланситника есть, а вот сердца нет. Почему? Потому что тогда кровь все-таки движется. А вот в начале каждого вот этого сосудика, как называется инженерная артерия, стоит такое простое устройство. Когда вы чистите зубы, зубной пастой, что вы с тюбиком делаете? Здравливаете. А в ответ нас давлю, мне что делать зубной пастой? Вы по вызову пастой. Через заперстие выходит. Классно. Вот у вас начало жаберной артерии. Вот это брюшная аморка. Вот начало второй жаберной артерии. А вот здесь, вот вокруг жаберных артерий, лежат кольцевые мышцы. Вот так вот, колечки мышечные. Что будет с кровью в жаберной артерии, если сначала сократится первое колечко, потом второе колечко, потом третье, потом четвертое, потом пятое? Да, наверх пойдет. Она пойдет наверх по трубе. А потом пятое колечко осталось сокращенным, а все остальные открылись. Что сделает кровь из брюшной артерии? Смотрите, вот эти колечки открылись, значит сосуд расширился в этом месте. Там давление меньше, значит, после. Кровь. Кровь из брюшной артерии вошла сюда. После этого опять сокращается первое, второе, третье, четвертое, пятое. И очередная маленькая порция крови вверх. Вот так пульсируют все основания жаберных артерий. И этого хватает. То есть у анцидников настоящего сердца нет. А теперь позвоночное. У них повысилась мощность мускулатура. Какой надо поток крови посылать теперь к окнам? Большой. И вот здесь, в этой точке, в точке встречи всех сосудов, о названиях лучше запомнить, венозный синус. Венозный синус. А синус это что такое? В биологии синус это любая полость между органами. То место, где органы взяли, раздвинулись, и возникло некоторое количество. Причем это именно неоформленная полость. То есть никакой специализации стенок там не было. Просто пустота, пространство. Естественно, они заполняются тканью жидкостью. Сразу все синусы. А если кровеносные сосуды впадают в этот синус, то заполняется он соответственно не тканью, а кровью. Так вот, у всех позвоночных происходит сразу две штуки. Во-первых, резко сокращается глотка. Глотка у нас теперь не на 100 с лишним жаберных чулей, а всего только на 7. 7 жаберных чулей. Глотка стала намного короче. И вот дальше уже пошла пищеварительная система. Смотрим нуансы, в нига. Сразу за глоткой стояло место встреч кровеносных сосудов. А теперь заказ на мощную кровеносную систему перед этим участком, вот так вот, вот он, древний синус, я его синеньким участком беру, он как будто так и остался. Но перед ним возникли камеры с мышечными стенками, и эти камеры сдельны клапанами. Вот теперь при последовательном сокращении камер клапан не пускают кровь обратно. Мы с вами разбирали, как работает карманчиковый клапан. Со штаниной, помните? Обратный поток может пройти сквозь клапан? Нет, карман закрылся. В результате при последовательном сокращении камер кровь под солидным давлением выбрасывается вперед. И вот теперь, когда мы в брюшном лоте развили хорошее давление, в жатерных артериях можно ставить разветвленные капиллярные сети. Пока давление было слабенько, можно ли было ставить капиллярные сети вот здесь, в стенке жабы? Скажите, пожалуйста, если я возьму шарик, щелкну по нему, он покатится по поверхности, и сколько раз он подмет земной шар? А почему? Я же ему придал импульс. Трение. Трение. Силу трения. Значит, почему нельзя ставить капиллярную систему в сосуде, если в сосуде недостаточная разность давления на входе и выходе? Огромное трение в капиллярах просто остановит поток. Не хватит энергии на преодоление трения. А вот сейчас мы создали хорошее давление на входе. Теперь, а теперь можно брать и ставить вот здесь разыгранную капиллярную систему в каждой жаберной щели. А с той жаберной щели поток воды из головки идет на улицу? Да. Ну, вон с этим вспоминайте. Идет или не идет? Идет. Идет. Классно. И посмотрите, мы поставили капиллярные сетки. Там, где гарантированно идет поток воды на улицу. Это свежая вода. Из нее кислород что-нибудь забирали. А это какие органы мы получили? Органы дыхательной системы. Первые специализированные органы позвоночных. Как будут называться? Жабры. Вот это и есть жабры. У ванцетников жаберные щели есть, а у жабры нет. А у позвоночных? Кстати, вы знаете, как правило звучит? Жабры есть у всех органов. Мы с вами кордовые или нет? Кордовые. Кордовые. Жабры есть у нас на определенном этапе развития. Вот сейчас у нас здесь присутствующие жабры есть или нет? Есть у нас. Развиваются. А когда вам было месяц от момента зачатия, и вы все сидели в пузе у мамы своей, жабры у вас вполне складывались. Точнее, складывались у вас жаберные щели. А вот этих жаберных капиллярных систем не было. Там не было в них необходимости в эмбриональном развитии. А вот жаберные щели должны быть в боковых стенках в лодке. Они формируются. Мимо этого этапа в развитии проскочить нельзя. А где они примерно были? Вот здесь. Очень редко, примерно на 25-30 миллион человек, возникают случаи, когда, ну, на самом деле это тартология, то есть это уродство. Но уродство не случайно, а в некотором смысле закономерное. Снимаются в боке со старых программ. Нарушаются программы регулировки развития. И в этом случае рождаются люди с признаками, внешне напоминающими признаки предков. Один из вариантов – это рождение ребенка с отверстиями вот здесь. Жаберное щели. Но, как правило, это сопряжено с такими нарушениями развития, что дальше не живут. Про хвостатых людей слышали? А вот это, ну, у нас мысль антропология на Манежке. Там вообще хвост солдатов Петровы, в такой стеклянной колбе до сих пор. Очень трогательная история была. Мобилизация в российскую армию в обеих первых мировых шла. Так, и деревянские парни проходили медкомиссию к репрезерам. Причем видели солдатик с хвостом. И они ему предложили пойти на операцию. Тот обрадовался, как не знаю кто. Потому что этот хвост ему рушил всю личную жизнь. Любая барышня, с которой он пытался подружиться, как только видела хвост, питала его весом, и тут же прекращала все отношения. Так что, до всего общей радости, хвост был отоперирован и хранится теперь в Музее антропологии. У него еще большой вот такой пример. Ну, вот такой хвост, он должен помыть ему. Так что, вполне себе. Кто знает, как называются вот такие древние ошибки? Мутация? Не-не, мутация – это любая ошибка. А вот такой тип изменения, я бы возвратил к прежнему признаку, атопизм. Атопизм? Бывает атопистическая волосавость. Это когда волосы, такие как на голове, растут по всему телу вообще. Отличия между головой и лицом в этом случае нет. И опять же, между головой и лицом и пузом. Афинчика помню. Вот в очень редкий случай, но описан достаточно разнообразная коллекция атопизм. Так вот, это слово о жадерных щелях. А теперь, вы помните, я же иначе вот дело описываю, когда говорил про пищевод. А с пищеводом-то вроде какая связь? В организмах все взаимосвязано. Смотрите, у нас, ну во-первых, мы усовершенствовали кровеноску, перенос, достатку питательных веществ к мышцам. И усовершенствовали без обменок. Грубо говоря, карбюратор в этот двигатель поставили. Теперь, надо усовершенствовать пищеводом. А для этого надо отказываться от фильтрации и переходить уже к такому нормальному питанию, кусканию пищи, к лазольному питанию. А в этом случае надо где-то в пищеваренке поставить накопитель для пищи. Ну вы же не каждая там, даже минуту, жуете. Не каждая? А это значит, поели, порцию пищи себя запихали, и она где-то там у вас лежит, и постепенно переваривается, перерабатывается. Так? Потом следующую порцию закинули. Так вот, как называется такое расширение? Такая камера хранения и перерычной обработки. Это и желудок. Ну и давайте попробуем на стене волонцетника желудок поставить сразу заклопкой. Что будет? А почему? Венозный синус. Ладно, венозный синус. У нас происходит позвоночник, и что будет, если в нем вот здесь стоит желудок? Зрее позавтракал, и что? Те, кто будет сильно грустно. А все зажало сердце. Поэтому никогда желудки не стоят сразу за гвоздкой. А существует вот такой проход мимо перикордиального района. Так? Вот этот проход и будет называться пищевод. В пищеводе никаких процессов, связанных с пищеварением, ни у кого не бывает. Это просто дорожка мимо района сердца. А уж за районом сердца, там много накопитель желудок. Ну, а дальше главную часть переваривания, обработки и всасывания пищи кишечника. Еще здравствуйте, вопрос. Это давайте. Я знаю, а что такое перикард? Перикард. Сердце у всех позвоночных располагается в своей собственной упаковке. Вот есть внутренняя полость тела, где располагается внутренний уровень. И в этой внутренней полости, представьте себе, пакет. Вот такой пакет герметичный. И внутри этого пакета, собственно, находится сердце. В этот пакет входят только нервы для управления, но и приносящие и выносящие кровеносные сосуды. Больше никаких отверстий вы не увидите. Пакет этот называется перикарда, или околосердечная слунка. А зона нахождения сердца, в организме, называется перикардиальная зона. Ну, полость между стенкой перикарда и самим сердцем, значит, перикардиальная полость. Или полость перикарда. Или околосердечная полость. Так, хорошо. Ну и последний сегодня вопрос. Вход в тело у всех позвоночных один единственный. И называться будет ротовое отверстие, и ведет он к волку. Волк – это дорожка ко внутреннему органу. Исключений нет, это у всех позвоночных. Так, вход только через волку. Дальше там голод, и могут возникать какие-то перегородки. Ну, это уже дело вторичное. А вот теперь давайте подумаем, а выходов на улицу сколько там? Выходы все отсюда. Считаем, какие системы должны иметь свой выход на улицу? Пищеварительная – раз. Половая – два. Дыхательная. Зачем? Дыхательная через волк. Сознание. Выделить на три. Так. У нас с вами, у млекопитающих, все три системы разделены. У них три отдельных выхода. И это очень редкая конструкция, и далеко не самая лучшая. Кто-нибудь из вас в стратегический веру, в компьютере играл, дает вводную. Вам на одну порах предлагают оборонять две разные крепости. Укрепления у них одинаковые мощности, гарнизон одинаковый, запас продовольствия и боеприпасов одинаковый. Но в одну крепость ведут одни ворота, а в другую крепость ведут трое ворот. Какую крепость вы берете? Трое. Трое. И свой гарнизон будете делить на три части, чтобы оборонять каждые ворота в отдельности. За сантиметра. Нет, по условиям игры вам дана ситуация, с которой вы дальше будете действовать. Так вот, вы, пользуясь, берите укрепление с одним воротом или с три. С одним. Концентрация сил. Ворот – самое слабое место в крепости. Так вот, у нас на выходе открываются трое ворот, а подавляющее большинство ховдовых, точнее позвоночных, все три выхода сзади обедняют вместе. Вот такая общая кусть, куда открываются все три системы, называется плавка. И теперь, а теперь можно поставить единое мощное кольцо иммунной защиты, которое будет контролировать все выходы одновременно. У млекопитающих, а у млекопитающих пришлось в плаке отказаться. Это вынужденный отказ. На самом деле, это не от хорошей жизни. Дело в том, что ни один многоклеточный зверь не может самостоятельно переварить пищу. Так, абсолютно у всех многоклеточных животных кишечник заселен симбиотической микрофлорой, без которых нормальное пищеварение невозможно. А это значит, вместе с непереваренными остатками, вот так, вся эта разнообразнейшая микрофлора, весь этот зоопарк, попадает в плаку. Но вот выброс непереваренных остаток через кишечник, вот так и наружу, через кулачную щечник, попадает. Так вот, если у живых существ яйца рождения, то есть через протоки булавой системы, проходит яйцо защищенную скрубку, может ли эта бактериальная среда повредить новорожденному? Скруба совершенно обладает совершеннейшей бактериальной защитой. Сквозь нее никакая инфекция не пройдет. Так? То есть при яйце рождения совершенно нормальный путь. Но стоит только перейти к живорождению. В случае перехода к живорождению, по повалым путям будет проходить детеныш защищенный с трубой или голенький. Голенький. И что с ним произойдет при проходе плаке? Общее инфицирование всей поверхности тела. Так что, как решается проблема? А андомичество очень просто. Вот видите, стеночка, вот я красным выделю, отделяющая половые пути от кишечника. Эта стенка просто вот так вот продолжается вперед. В результате оказываются два отдельных отверстия. Вот так. Ближе к хвосту номер один располагается анальное отверстие. Это собственный выход из кишечника. Ближе к животу номер два располагается мочеполовой синус. Ямка, в которой открывается выделительный канал и половые протоки. А вот сама эта красная стеночка, вот здесь она красненькая, называется промежность. Слово промежность слышал большинство людей, и почти никто не употребляет его правильно. Почему люди считают, что промежность это вся паховая область? Черта с два. Промежность это и есть вот эта вот перегородка, отделяющая мочеполовой синус оттарус. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...